добрый день уважаемые подписчики сегодня у нас автомобиль chevrolet epica 2011 года выпуска 2 литра автомат ну в принципе здесь это уже не имеет особо значения попросил один из подписчиков показать как снять обшивку передней левой двери так как время сейчас есть и работа не такая сложная покажу вместе с вами сниму обшивку сам ее еще не снимал поэтому тоже интересно как она крепится но судя по тому как расположена здесь все особых сложностей это не составляет начнем с того что проверим снизу если саморезы у нас под дверью нет снизу саморезов нет получается все сидит на клипсах единственный саморез у нас может быть на ручки двери сейчас посмотрим как она снимается внутренняя обшивка и уже мы там увидим наличие самореза возьмем вот такую лопатку крючком подвигаем ручку и поддеваем снизу вот она крепится на четырех просто защелкивается и все берем отвертку и откручиваем наш саморез так ну что здесь берем лопатку пластиковую и спереди поддеваем и отщелкиваем здесь защелки при этом низ мы стоим вот такая вот здесь получается 2 пластиковые клипсы и вот она верхняя защелочка снизу есть еще такая защелка на заводится в дверь поэтому когда будете отщелкивать вот эти нижнюю прижимаете чтоб ее не сломать у нас есть еще один саморез вот здесь вот под ручкой вот этот пластиковая заглушка снимаем ее она получается снизу припаяна как крышечка открывается сверху также откручиваем саморез 1 2 3 4 и Саморез открутили. Ну что, поддеваем снизу. Все, получается мы обшивку целиком оторвали с клипс. Теперь мы ее поднимаем и снимаем вот здесь вот. Сейчас попробую показать. Сейчас я сверху покажу, как снимаются троса. До этого подниму камеру. Сейчас запущу стекло. Тут сколько грязи накопилось. Вот получается наши троса. А здесь уже дело техники. Выводим вверх и поднимаем. Один трос. Также второй трос выводим. И с ручки опускаем его, собачку, вниз. Теперь мы отключаем разъем на освещение лампочки. Вот если его видно. Вот так. Так. А что это у нас интересно за разъем? И отключаем разъем на кнопку багажника. Здесь фиксатор находится снизу. Вот он. Вот такой вот разъем. И снимаем два разъема на управление стеклоподъемниками. Здесь фиксаторы сбоку, с внутренней стороны. Самое что интересно, вот он саморез и он откручен. Почему он откручен, а это непонятно. Обшивку мы сняли. Здесь видно хорошо. Дальше дело уже техники. Отрываем вот эту пленку. Надрываем. Отрывать ее полностью не надо. Она сидит у нас на клею. Пылезащитная пленка необходима. Во-первых, как шумоизоляция. Во-вторых, пыль, влага, которая попадает снаружи, не попадает уже в салон. Раньше этому не придавали значения. Отрывали, выкидывали. Но потом жалели об этом и в итоге делали заново. Кто герленит, убирают эту пленку и заделывают все герленом. Но опять же, я не герленил, ничего не делал. Обшивку вот снял впервые за пять лет. Ну, заодно раз ее снял, почищу вот этот. Бархотка. О, вспомнил. Вот эту бархотку возьму сейчас зубную щетку и почищу ее маленечко. Так же отсюда уже удобно поменять, если кому-то необходимо. И зеркало, но это можно не снимая обшивки, только снять уголок. Откручиваем вот три самореза и разнимаем вот этот разъем. Все. Вот эта фиксирующая клипса, можно ее открутить, чтобы не сломать. Можно ее сжать, через отверстие она выйдет. И зеркало снимается легко. Ну, дальше мы берем и устанавливаем нашу обшивку на место. Для этого берем саму обшивку. Все клипсы у нас остались на месте. Ни одна клипса не выскочила из обшивки. Поэтому переставлять мы ничего не переставляем. Устанавливаем. Подключаем разъем на освещение. Подключаем два разъема на стеклоподъемники. И подключаем разъем на клавишу открывания багажника. Теперь берем, подключаем троса на ручку. Для этого мы заводим сначала нижний трос в паз. И защелкиваем его оболочку. Также второй трос мы заводим сверху. И защелкиваем его тоже в защелку. Защелкиваем аккуратно, чтобы не сломать. Дальше мы навешиваем обшивку на место. Сверху. Вот таким образом. И смотрим сбоку, чтобы у нас клипсы попадали в отверстие. Так. Вот наша клипса. Вот отверстие. Надо немножко сдвинуть назад. Все. Вот он. Таким образом защелкиваем все остальные клипсы. fryий тк. ? Уже сверху schneкое молочное 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 масло. так ну вроде все защелкнули теперь проверяем стеклоподъемник все стеклоподъемник у нас работает задние работы подсветка у нас работает проверяем багажник а вот багажник у нас не работает значит разъем до конца не встал демонтируем за но берем снизу поддеваем и смотрим что ж у нас с разъемом не так а с разъемом он у нас не встал на место все багажник сработал надеваем на место обшивку и защелкиваем почему проверяю всегда лучше сделать сразу чем потом будет сюрприз когда надо будет открыть окно или открыть багажник ничего не будет работать проверяем еще раз работают так ну что закручиваем наши оба самореза на место закручиваем вот этот саморез который у нас под ручкой и защелкиваем клипсу заглушку теперь закручиваем вот этот саморез который у нас под ручкой находится и также защелкиваем нашу накладочку заглушечку все открываем окно и проверяем нашу дверь изнутри так сначала закрываем все закрылось открываем и открываем изнутри ну все на этом замену мы практически закончились осталось нам поставить на место наш уголок заводим его снизу в клипсу вторую вставляем и защелкиваем вот теперь все замену или как снятие установку обшивки двери мы завершили всего вам доброго спасибо